привет ну вот сейчас я думаю где-то в километрах 20 от меня идет концерт группы аквариум а я как отец семейства и человек так сказать обревененный хозяйством сижу дома и снимаю видос о чем мне еще остается делать уже кто-то тут посмеялся сказал что я ни на какие концерты кроме своих не хожу но в этом что-то наверное есть это видимо такое справедливое замечание потому что тяжело однако не про бэгэ хочу говорить сегодня а хочу поговорить о той теме которая меня заботит достаточно сильно и достаточно давно это некий планирующийся выход художественного фильма про цоя который будет поднимать все то самое грязное белье которое лучше было бы не поднимать то что цой там показан как сексуальное меньшинство у меня нет проблем с сексуальными меньшинствами пока они ко мне не лезут но даже если они ко мне лезут у меня нету с ними проблем пока они лезут и понимают что их так сказать могут и побить а если уж речь идет о том что трогаю таких людей как цой то во первых уже сам по себе факт неуважения к человеку который умер все таки я думаю что когда цой был жив у значения человека такой ориентации так сказать было отрицательным но с другой стороны а как в это можно поверить у него ведь с женщиной был полный порядок фактически две жены сын говорят что не один легендарная восьмиклассница и все такое нет он бы где-то но проговорился однако не было такого потом история их отношений с изеншписом это вообще какой-то бред потому что изеншпис при всей своей неприятности внешней в принципе был достаточно честным продюсером кстати говоря не только он но про продюсеров мы говорим как нибудь потом кстати но продюсерах имеет смысл сказать одну вещь сын виктора цоя александр викторович он ведь продюсер и очень крутой продюсер поэтому ничего ему не будет стоить сравнять с дерьмом всех тех кто сравняет с дерьмом память его отца поэтому ребята играются конечно с огнем но уже все свои мнения высказали однако я имею какое-то отношение к питерской тусовке скажем так кроме гребенщикова я думаю что там почти все меня знают но за счет того что когда-то я спас от смерти одного панка который был из тусовки панова этот панк оказался очень ценящим добро человеком и собственно рассказал про меня там всяким разным людям и пошло-поехало в питерской тусовке вот тех лет я в принципе человек свой насколько я вообще могу быть там своим ну и значит свой вторая тема это то что в последнее время очень много возникает телег именно теле о том что цой якобы увлекался наркотиками нет тоже не поверю знаете почему вот вспомните курта кабейна у вас есть какие-то сомнения в том что этот человек не употреблял наркотики у меня нет но когда я вижу концерцию последний я вижу вот эту вот румяного человека он тогда еще раз немножко округлял лился так заматерел что называется то есть видно что он уже не такой худяк был как он был в подростковом возрасте эти ночью достаточно рано на самом деле ушел он тоже достаточно рано то есть почти в два раза младше меня но вот то что свой ну уж точно не был так сказать наркозависимым я думаю что кто угодно подтвердит но однако я человек настырный я позвонил паре людей ну я не думаю что стоит называть их имена я тем более что я этого не делал если мне не дали разрешение и спросил ну ребята вот чё там действительно так было ответ был смешной мне сказали зига ну ты же сам художник сам же ты же рокер ты же сам художник чё тебе-то объяснять ты же сам с рылом в пуху по самые уши в этом что то есть и но в любом случае цой жив он или не жив но и он был хороший парень он был положительный парень он был парень который да ему улыбалась удача потому что ему было немного но как сказал известный писатель вадим шефнер гений свою гениальность не распространяет века гений вмещает в свою гениальность всю вечность понимаете о чем речь гений это крошечный сосуд в котором есть все они распылены по всему крошечный сосуд поэтому я вынужден хоть я и официально из тусовки андрея панова и хоть я официально считаюсь панком хотя какой из меня панк уже в моем так сказать возрасте с моей-то седой головой лысый но тем не менее я говорю так вот было у тебя такая хорошая фраза ты должен быть сильным ты должен уметь сказать руки прочь прочь от меня у него была еще одна фраза попробуй спеть вместе со мной вставай рядом со мной и вот сейчас я после долгого умолчания на эту тему говорю я встаю рядом с цуэм я говорю не трогайте цуэм кем бы он ни был не трогайте потому что его гениальность заключалась в его простоте ведь самое гениальное оно просто жизнь вообще простая штука на самом деле ужасно простая настолько простая что иногда скучно становится поэтому не надо ее усложнять не ищите черных кошек в темных комнатах особенно когда их там полно и на том вам всем привет